МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И буквально 19-й год мы имеем на сегодняшний день в нашем портфеле 22 инвестиционных проекта объемом порядка 9 миллиардов рублей, что позволит создать дополнительные порядка тысячи новых рабочих мест. Вот эти задачи как раз на сегодняшний день, все, что касается инвестиционной политики, они так или иначе увязываются в общую единую концепцию и в рамках послания президента соответственно. Речь идет в том числе о строительстве зернового комплекса в Вишкаевском районе, животноводческого комплекса и пункта по сбою крупного рогатого скота в Чердаклинском и Барышевском районах. Не забудут и о действующих предприятиях. К примеру, на крупнейшем ульяновском предприятии тепличная поэтапная модернизация рассчитана на 5 лет. Все под контролем личного губернатора. Сергей Морозов регулярно осматривает площадки и проводит совещание на базе тепличного. Последний визит главе региона показали модернизированную теплицу, где выращивают землянику, и отремонтированную котельную. Рынок тепличных хозяйств очень возрос в России. Практически на 50% увеличилось количество теплиц закрытого грунта. Соответственно, наша задача в первую очередь остаться на высоком качестве, на объеме валовой продукции и на производстве каких-то новых необходимых овощных культур для жителей, в первую очередь, нашего региона и для регионов Российской Федерации. В 2018 году на модернизацию тепличного было инвестировано 55 миллионов рублей. В этом году запланирована работа на сумму в 74 миллионов рублей. По словам руководства учреждения, благодаря поддержке, государству в эксплуатацию удалось ввести еще 300 гектаров теплиц. Скажется это и на урожае. Как говорится, проведение здесь крупного выездного совещания, связанное с тем, чтобы сюда приехали ведущие специалисты, и мы могли бы здесь, на этой площадке, поговорить не только о том, как правильно выращивать эту продукцию, как правильно и эффективно вести хозяйство, но и вот с учетом того, что мы в любом случае будем касаться вопросов на торговле, как правильно продавать эту продукцию. По прогнозам Минсельхоза России, в этом году отечественные сельхозорганизации соберут почти полтора миллиона тонн овощей, выращенных в закрытом грунте. При этом рост цен на овощи не прогнозируется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова